на библейский портал экзегет пришел вопрос как полюбить бога если он хочет чтобы люди страдали не очень понятно конечно откуда взялся этот вопрос возможно эта интерпретация того положения библейского евангельского о том что господь есть путь истина и жизнь и мы если мы хотим быть настоящими христианами мы должны следовать путем господним а путь господень в общем в евангелии нам ясно очень дан и конец этого пути земного пути это крест в первую очередь конечно если речь идет о том что каждый человек который должен следовать пути христовому должен одновременно взять еще и крест свой исследовать за христом если это о этого он не делает он не достоин самого христа то конечно эта мысль становится очень понятной как полюбить бога это уже вопрос другой бог возлюбил нас таким образом что он отдал сына своего единородного чтобы всякий верующий у него не погиб на имел жизнь вечную об этом говорится в священном писании господь нас возлюбил мы в ответ должны возлюбить господа исследовать по его пути господь облегчает нам наш крест господь облегчает на наши страдания которые неизбежно встречаются на нашем пути если мы стараемся придерживаться пути евангельского но надо сказать что и те люди которые отказываются от евангельского пути у них тоже есть крест но крест такой безблагодатный что значит значит крест что мы означаем этим словом в христианском смысле этого слова мы означаем словом крест все те испытания все эти трудности которые выпадают на нашу долю на протяжении всей нашей жизни теперь поставим перед собой вопрос а только ли христианам выпадают трудности на жизненном пути но конечно нет не только христианам выпадают трудности различия наше между нами и людьми неверующими состоит только в том что мы по-другому подходим к этим трудностям и видим в них смысл мы видим в них путь в царствие божие если мы преодолеваем эти трудности с помощью божие если мы идем правильным путем если мы не обращаем внимание на эти трудности и продолжаем идти к цели своей цель наше царство и божие царство и небесное сам господь то эти трудности становятся для нас осмысленными люди же которые не верят в смысл жизни или видят смысл в чем-то другом совершенно не так как христиане конечно для них преодоление этих неизбежно возникающих на пути трудности становится делом очень сложным и зачастую они на этом пути просто ломаются помощь божия всегда сопутствует тем людям которые со смыслом идут по пути господнему которые несут свой крест тоже со смыслом и которые прекрасно понимают что за крестом следует воскресение за крестом следует жизнь вечная с богом и в этом смысле мы конечно должны быть очень благодарны богу за то что он пострадал за нас на кресте дал нам пример любви доходящие до креста и мы в свою очередь этот крест неизбежно выпадающий я повторяю каждому на его жизненном пути должны нести с благодарностью богу и любить его за то что он вместе с нами прошел этот тяжелый путь и ждет нас в конце этого пути для того чтобы любовь это наша и самого господа была совершенной внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео